ну что ж мы продолжаем играть в эти замечательные новогодние праздники в эту замечательную хотел сказать новогоднюю игру да но я вел чит на то есть не чит а активировал я уровне из первой части значит мы опять продолжаем играть по рандому и я абсолютно не знаю какой уровень я выберу мы поехали но с тачками здесь дело обстоит немного по-другому потому что их меньше и соответственно я могу понять какую дачку выбираю потому что они по-разному как бы падают ну давай на это остановимся бля какое говно сука вот сука говно и банк ну ладно делать мягкой я надеюсь это было не луизиана карта которую я выбрал потому что если луизиана сочтется с этой машины то это будет для меня просто полный фейл как бы вот ладно поехали опа ну ладно будем сейчас импровизировать тогда спешил он хоть и полностью бесполезен так карты из первой части замечательно ну и хорошо что три врага всего у нас здесь мне повезло я выбрал правильно надеюсь их не будет три по три потому что хотелось бы мне от этой машины все-таки отделаться блять себя уебал побыстрее хотелось бы мне отделаться потому что возиться с ней у меня нет никакого желания но хорошо есть воздушные подушки есть можно летать в принципе уходить эффективно вот вражеских пуль вот в этом плюс присутствует окно сейчас задача их последовательно вырабатывать каждого как этот зеленку схватил будем последовательно то есть сначала чей землю замочим как он заехал куда-то потому что если в рандомном порядке это будет сложнее особенно если машина не одна еще посмотрим одна или не одна не они 1 ладно поехали второго уничтожать такой вот элемент неизвестности для меня он мне же привносит некий интерес к игре без него потому что как-то уж слишком скучно становится играть и бессмысленно в принципе так ну вам давай еще полетаем немного сожалению не могу никак совладать с этой машины она хоть и быстро но так и норовит вырваться из рук но тем временем я взял один спешил поэтому мы его сейчас реализуем вот можно прицелиться нормально блять невозможно совладать с машины просто пиздец но надеюсь последний нет да вроде последний это заебись сейчас мы тогда поедем уничтожать нину лока потому что она представляет наибольшую опасность здесь виду наличие у него неприятного спешила достаточно но благо у нее пока что нет его поэтому мы воспользуемся этим временным преимуществом и разъебашим его можно пока подушки взять виду наличие дальнобойного оружия да и в принципе уходить это от ее ракет достаточно эффективно блять нет только не мины блять нахуй мне мины твои сука ебаный в рот куда меня отнесло то я не понял потерял я значится блять ремонт ремонт берем потерял и петарды эти к сожалению ну ладно ничего не поделаешь уже да возьми ты ремонт это же ёб твоя мать ладно настало твое время что называется валера настало твое время блять у нас тут нинка как картинка на очереди блять не могу попасть в нее из-за зетки на нахуй неужели она одна да смотри как везет в этот раз ну падра дестина уже наверное не один будет здесь потому что так везти уже не может наверняка их как минимум двое ну ладно у него в принципе спешил не такой уж опасный а точнее вообще не опасный так ладно сейчас возьмем за пушку ну-ка иди сюда на нахуй один ты посмотри как повезло ты нормально всего лишь почти 6 минут ну для этой машины это достаточно много ладно продолжаем рандомный марафон так сказать так как там детская считалочка была я уж не помню это или это или это или все таки это или это ладно давай это так ну нужно говорить все очень громко в течение этого самого процесса когда машину выбираю потому что они по-разному все гремят и я могу понять по этому факту какую машину именно я выбираю ну ладно остановимся на этой пожалуй остановимся на этой и что ладно я не буду смотреть пока пускай это будет для меня полным рандомом я вообще не буду это самое смотреть просто хотя все равно пойму он уже будет говорить там что-то ладно хер с ним дэйв ну ладно дэйв нормально у дэйв хоть брони достаточно хоть спешил у него не особо эффективен по сравнению с первой частью той же самой но можно тараном здесь ебашить по всякому ладно погнали все ну и что у нас за карта в этот раз опять из первой части опять темная карта ну заебись ну хорошо хоть на этой карте полно спешилов и это радует определенно не мне все таки первые части то есть первые карты из первой части не первые карты просто карты из первой части мне в принципе здесь заставляют потому что в первой части они как бы вроде то же самое но немного по маппингу различаются по расположению спешилов там и так далее такс ладно у нас всего два врага здесь неужели но это мы сейчас быстро расправимся с ними это вообще без проблем такс к сожалению нечем мне его больше побить чтобы были это самое комбо ну да ладно один готов но он наверняка будет не один здесь что-то у меня такое предчувствие да он не один ну ладно это не проблема хроностингер для меня никогда проблемой не был это как лада калина говно машина ну вот и все был пацан и нет пацана остался у нас всего лишь один пассажир а нет еще один появился смотри значит все таки трое стингеров у нас было ну сейчас мы его опять таки ладно будем мачить кто попадется так сказать под прицел уже неважно спешилов полно хватит на всех что называется ну и все уже готов может быть да вот оружие у него есть здесь смотрю еще один был что ли хотите сказать но опять таки нам здесь везет с врагами а точнее с их количеством мне бы только какую-нибудь пушку бы взять еще для более эффективного устранения так сказать потому что спешил он эффективности такой средний я бы сказал не особо он так вырабатывает хорошо блять да заед ты уже сюда икса хочу взять но видать не судьба давай 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 нормально сейчас он еще подремонтируется и мне спешила не хватит этого я чувствую нормально сейчас петардами его забросаем как раз в новый год в тему это будет петарды салют ёпта там можно разноцветный даже пускать можно зеленый там какую какой-то комбинации клавиш я к сожалению не помню все осенние запустил я к сожалению не помню комбинации клавиш все которые можно использовать ну знаю что там минимум три разновидности этого комбо это и 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 продолжаем значит но я надеюсь хоть раз меня выпадет карта из второй части тоже мне конечно нравится карта из первая но из второй по привычнее потому что я знаю там расположение всех спешилов ремонтов дополнительных и так далее Так, ну всё, хорош, останавливаемся. Опять они что ли? Ну ладно, тогда переназначим, потому что за них я уже играл и без понтовок будет за одну и ту же машину играть. Поехали дальше, ёб твою мать. Так, ну пожалуй остановимся на этом. Что у нас здесь? Ну ладно. Неплохо, неплохо я бы сказал, у него спешил эффективный. Один из самых эффективных спешилов за всю игру. Конечно не самый, но один из, который мне безусловно таки нравится, доставляет. Ну полный хаос натворю сейчас, блядь. Абсолютный. Ладно, поехали, всё. Ну и что же за карта у нас здесь? Ну и опять из первой части. Ну зимняя карта это в тему. Вот на улице весь декабрь у нас погода далеко не такая была, как у нас на этой карте, да? Ну вот хоть в игре насладиться снегом, потому что ну как бы плюс пять в декабре, блядь. Ну это как бы такое себе удовольствие, я вам скажу. Охота уже, такая погода, чтобы была снежная там, чтобы всё завалило. Я помню в прошлом году где-то, ну уже после Нового года, наверное, была нормальная погода такая зимняя. Всё, в снегу было, не пройдёшь нигде. Мне, в принципе, нравится такая погода. Блядь, да ёбка моя мать. Дайте мне спешл-то взять. Или мне вас со стороны выносить. Так, ну один спешл я всё-таки должен взять. Мне бы ещё взять, как они называются-то, колёса вездехода эти. Лыжня, как я её называл в детстве. Где у нас лыжня? Ладно, сейчас с разгона ебанём. Так, вид от первого лица и погнали. О, красава. Охуенчик. Но начинаются пляски, блядь. Главное, чтобы у меня спешл не слетел. Потому что будет обидно. Так, ну и всё. Джон Торк у нас отправился. Восвоясь. И он что, у нас один был, что ли? Походу один. Ну это вообще на изи тогда. У меня что-то хроностингер этот и в прошлый раз появлялся, и в этот раз это какая-то просто заколдованная система, блядь. Ну хорошо, хоть не один, а то я уже как бы заскучал. Мне больше нравится, когда он бьёт об корпуса свой. А пока он там его заглотнёт, прожуёт, мне кажется, это больше по времени. Так, ну и всё. Последний урон, последний удар и всё, и враг повержен. Да, что-то на врагов у нас сегодня как бы с одной стороны везёт, потому что мало врагов, но с другой стороны хотелось бы больше хардкора, потому что ну как бы ни о чём бои у нас идут. Играет музыка. Так, ну пожалуй остановимся на этой машине. О, это нам повезло, крупно. По-крупному повезло, так сказать, с лордом Клайдом, потому что спешил у него убойнейший. Ну и как обычно полный хаос устраиваем здесь и погнали. Давно у меня уже не было четырёх машин, а хотелось бы. Ну опять из первой части, за что будешь делать-то, а? Ну ладно, опять два врага что ли? Ну так не интересно. Мы так не договаривались. Уж слишком на изи. Ну ладно. В принципе, боекомплект собран. Можно ебашить. О, охуенно просто. Вот так можно за раз урабатывать. Так, раз и всё. Но у этого брони побольше, поэтому на него больше потребуется патронов. Ну ничего. Эта машина не понял. Это как так внутри спешил, блядь? Надо разрушить, что эту хрень? Или как я его взять-то должен? А, смотри, разрушается реально. Вот этого я и не знал. Спустя 20 лет ещё есть в этой игре то, что я о ней не знаю. Охуенно просто. Так, сейчас спешил. Не понял. Вот это прикол. Так, ну ладно, можно ещё уработать кого-нибудь. Что-то. Я походу сбил сам. Патрон свой. Ну ладно. Ничего страшного. Повторим попытку туда. Ну карта, в принципе, хорошая, потому что на ней полно всякого вооружения, на ней полно ключей. И так далее. Можно спокойно ебашить, ни в чём себе не отказывая. Я даже буду пренебрегать всякой бронёй там и так далее. Мне бы какую-нибудь пушку взять, а щиты-то мне нахер не нужны здесь. Ну ладно, давай хоть это возьмём. Блять, пропало куда-то всё. Так, это, я так понял, огнемётом надо зажигать. Ну-ка. Да, смотри. Чисто методом тыка научного. Гипотеза была проверена. Так, этот готов. Где-то у нас шейла шляется. Ну вот и всё. Здесь она, конечно, последняя. Да, последняя, смотри. По два врага у меня тут на карте. Как-то даже неинтересно. Ну и вот мне интересно, поиграю ли я сегодня на карте из второй части всё-таки. Так, ну, пожалуй, остановимся на этой. О, отлично, Нина Лока. У неё такой спешл. Он хоть и не слишком-то много урона наносит, но он как бы медленно, но верно, что называется. То есть, ты всегда знаешь, что её ракета попадёт в цель. Если у того же мотоциклиста там хрен знает, куда она полетит, эта ракета может не достичь цели, то эта ракета сверх такая точная, можно сказать. И ты всегда знаешь, что она попадёт в цель, поэтому у тебя нет в ней сомнений никаких. Вот в этом плане, конечно, плюс. Ладно, поехали. Надо же, кто бы мог подумать. Метеор, кратер. Карты из... И опять два врага. Ну это реально какая-то заколдованная хрень, блядь. Какой-то порочный круг, нахуй. Два врага и хоть ты обоссысь, нахуй. Ну ладно. Блядь, два лимузина, что ли? Я думаю, чё за хрень? Это ж надо так повести, блядь. Два лимузина, две одинаковых тачки. А если они с двух сторон меня поджарят так, блядь? Конечно, машины крайне опасные. Здесь спору нет вообще. Ну ладно, главное... Благо, что карта здесь хорошая. Карта, на которой можно поживиться всяким вооружением различным. Да и жизнью не обделена. Поэтому трудностей не возникнет на ней. Главное сейчас дистанцию держать, не подпускать к себе особо. Потому что у него спешил, действует на ограниченном расстоянии. Поэтому близко подъезжать как бы себе дороже. Ну а я могу преимущественно таким воспользоваться. Чтобы добить. Издалека будем наблюдать. Но это еще не все. Я так и думал, что их не по одному будет. Ладно, можно на сближение идти. Я думаю, у них спешил нет пока что. А, не, есть-то смотри. Неужели он появляется со спешилом прям? Или где он мог его взять-то, блядь? Так, товарищ полицейский нам помогает в этом деле. Блядь, смотри. Моего врага, своего друга зажарил. Своего брата-близнеца. Ну, молодец, молодец. Что помогает мне. Но тем временем можно взять жизнь. Да здесь хилят нас. В автоматическом режиме. Так, интересно, я туда залечу. На модифицированной тачке. Залететь-то я залечу, но... Удержаться крайне сложно. На точке. На этой. Ну ладно, третья попытка давай. Если нет, то похуй. А, ладно, похуй. В принципе, пока что крайней необходимости нет в этом. Пока что половина жизни есть, нормально. У меня вот дефицит крайний в оружии сейчас. У меня сейчас оружие какого-нибудь. Можно даже в виде спешила. Не откажусь, так сказать. Ладно, сейчас мы возьмем... Воздушные подушки. И у меня есть еще одна идея здесь. Где взять можно оружие. А именно вот здесь. Я не знаю, долечу ли я или нет. Наверное, нет. Придется все-таки с той стороны... С той стороны точно получится. Так, у нас там петарды есть. Не могу ими пренебречь. Крайне эффективное оружие. Но этого мы добиваем. Ну-ка... Блять, не взял, сука. Ну ладно, там осталось-то его... На пол шишечки, так сказать... Присунуть, и он... И он будет готов. Но там еще один появился. Поэтому... Все-таки придется спешил взять. Несмотря на то, что этого мы добьем уже сейчас. Все, готов. Ладно, погнали. Он еще здесь спешил есть. Ну прям раздолье. Полное раздолье. Давай возьмем. О, охуенчик. Их снова двое. Но их по три, я так понимаю, было. Мне повезло здесь вдвойне, так сказать. Я мало того, что... Одну машину два раза выбрал. Так еще и по три выбрал. Охуенно просто. Да что же я взять-то не могу эту херню? Надо на колесах, наверное. Сейчас на колесах попробуем. Бля, он появляется со спешилом. Пиздец, спросите. О, на колесах взял сразу. Потому что на колесах как бы он пружинит больше. Подвеска работает. А на воздушных подушках нет такой отталкивающей силы, так сказать. На трамплине необходимо, чтобы достичь места назначения. Точки, вернее, назначения. Так, ну ладно, сейчас мы еще этими ракетами помочь ему. Главное не... Ну вот, сказал, главное не сближаться и сблизился, блядь. А жизнь тем временем уходит. Поэтому здесь нужно по любому дистанцию держать. Так, ну что, все готов. Я уже сам скоро готов буду. Ладно, сейчас еще попытку одну сделаем. Добраться до этой жизни. Может быть, фартанет? Да, фартанул, охуенчик. Так, а где ракета? А, вот она. Нахер мне это столько огнеметок, блядь, нужен. Ладно, будем вести дальнюю стрельбу. Хотя вот под щитом можно и пойти на сближение, так сказать. Только они сами не желают этого, я смотрю. Они сами пытаются всячески от меня отгородиться. Так, здесь у нас спешила опять есть, это хорошо. Можно прямо отсюда их мочить. Ну-ка, давай, спробуем. Долетит она отсюда или нет? Да долетит хули там. Попал прямо в точку. Ну и сейчас последнего добиваем и все. Конечно, у ракет присутствует КД определенное время перезарядки. Я не стал щит использовать Rapid Fire. Потому что он грузит память сильно. И, возможно, вылеты из-за него. Ну вот и все. Ну что ж, еще каточку сыграем одну. Я что-то сегодня вообще увлекся. Я обычно минут по 20 там, по 30 записываю так. А сейчас что-то увлекся прямо уже почти 40 минут. Ну я просто давно не играл. И как бы у меня есть определенная традиция под Новый год. Я сам всегда играл в Вегеланта. Но я проходил сюжетную часть именно за всех персонажей. Так, ну пожалуй остановимся на этом. Что у нас здесь? О-о-о. Ну, неплохо, неплохо. У него лазер, в принципе, эффективный. Тут базара нет. Если правильно попадать. Если будут у нас спешлы в наличии в большом количестве. То, в принципе, эта машина довольно-таки эффективная. Я бы сказал. Так, ну вот и все. Погнали. Надеюсь, я опять-таки, что будет карта из второй части. Потому что, как бы вот, блять, казино сити. Самая моя нелюбимая карта из первой части. Ну ладно. Там, в принципе, есть дирижабль. Дирижабль, да? Так вот. Есть дирижабль, на котором можно слетать. Я не знаю, во второй части он... Во второй части он работает или нет, блять. Ну, должно работать. Это же, в принципе, официальная функция активации уровня, а не пиратская какая-то там, да? Ну и здесь у нас встречают сразу четверо врагов. Вот я говорил, что мне не хватает врагов. Ну вот, что называется, накарка, блять. Ладно, начнем с автобуса. Где у нас там автобус, блять? А, у нас два автобуса, что ли? Реально, два автобуса. Ну ладно, начнем с полным. Они вот сначала дерзкие. Когда у них полно жизни. Поэтому следует их избегать, каять, так сказать. Ну ладно, мы автобус сейчас добьем по-любому. Несмотря на то, что очень жесткая мочилова началась по мне, я не знаю расположение жизни здесь. Но, тем не менее, нужно вырабатывать последовательно. Сейчас если появится... Да, появился, блять. Сейчас будем новый автобус мочить. Хотя надо было, наверное, Дэйва угандошить, потому что он меня бесит будет здесь своим спешилом. Так, где бы дирижабль найти? Да заебал ты со своим, блять, спешилом, ёб твою мать. Успокойся уже. Иначе сейчас за тебя возьмусь. Так, где ты у нас там? Ну в качестве экстренных мер я предлагаю взяться все-таки за Дэйва. Потому что заебал реально. Чтоб он нас не доставал, я его просто вырублю, да и все. Ну и мне не хватает здесь крайне от спешилов. Поэтому надо все-таки найти хоть один. Так. Один есть уже. Кто там появился-то, автобус? Ну давай автобус туда уработаем. Воздушные подушки мешают, блять. Не попадаю ни хрена. Из-за них. Так, ну где ты есть там? Давай выезжай уже. Они имеют такую тенденцию с карты пропадать, блять. За границу уедут и все. За бугор, так сказать. Так, еще один автобус еще. У нас три автобуса здесь. Я смотрю. Ну они хорошо, они большие. По ним удобно попадать. Так, он взял щит. Ладно, хер с ним. Давай. Давай тогда помочим камазиста. Так, что-то они мне здесь как-то жестко начали щемить, поэтому надо делать ноги отсюда. Я так понимаю. Блять, еще этот взял сюда. Ладно, хер с ним. А, здесь уже не обязательно. А я понял, короче. Прикол. Здесь заместо дирижабли, здесь воздушные подушки. Просто можно летать и собирать все, что необходимо. Но это охуенно, блять. Этого не хватало в первой части, кстати говоря. На этой карте. Я только сейчас допер. До этого. Вот здесь дирижабли есть, я смотрю. Ну, давай посмотрим. Можно ли на нем летать. Да залети ты сюда уже, блять. Так, ну давай посмотрим. Работает он здесь вообще или нет? Ну-ка. Да, смотри. Кто бы мог подумать. И даже управлять можно. Ну охуенно, че. Все продумали, все просчитали. Просто респект разработчикам. Так, осталось у нас на нитке его. Сейчас. Один раз ебанем его, еще и все. Ну хоть че-нибудь дайте, блять. Нормально. Добить его уже. В конце-то концов. Как ни странно, жизни мне здесь хватает. Вполне. Ну вот и все. А, нет, не все. Еще один. Рано. Рано это самое. Тогда придется ехать искать вооружение еще. Раз такое дело. Ладно, сейчас. Это не составит труда. Это в виду наличие подушек. Блять. Да возьмись. Охуенно. 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 Блять, зараз. Заебок просто. Распесочили. Ну что ж, а на этом, пожалуй, будем прощаться. А я еще раз всех поздравляю с прошедшими и наступающими праздниками. До новых встреч.